Чем чаще говоришь, что наш мир не идеален, тем больше веришь в его несовершенство. Но разве можно измерить нашу жизнь только светлыми полосами? Разве от переизбытка красоты и удовольствия наступает насыщение? Разве от контроля над чувствами и порядком в обществе можно добиться счастья? В мире без болезней, голода и войн, которые писательница Лоис Лоури занесла на страницы книги «Дающий», нет и любви, свободы выбора и даже ярких красок. Он черно-белый, как страницы книги без нашего воображения. В нем все выверено и предопределено, даже говорить о чувствах нужно четко подбирая слова. Все сведено к одинаковости настолько, что родившиеся в один год дети отмечают день рождения вместе. В день профессионального назначения 12-летний мальчишка по имени Джонас узнает, что его ждет весьма непростая судьба. Ему предназначено быть новым хранителем людских знаний, всего, что существовало до тотального обезличивания. В ходе визитов к «Дающему» Джонас понимает, скольких полезных знаний и эмоций лишился мир, даже несмотря на существование в прошлом боли и страданий. Он решает освободить безвольных людей от неведения, но он попросту не знает, какую цену ему придется за это заплатить. На создание книги писательницу вдохновил ее отец, который на старости лет стал терять память. Она обратила внимание, что он забыл все самые трагичные события в его жизни. Участие во Второй мировой войне, смерть его первой дочери. И она задумалась, что если бы люди жили в мире, в котором нет плохих воспоминаний. И это стало толчком к ее книге. До «Дающего» писательница написала порядка 20 книг, ни одна из которых не была написана в жанре фантастики. Поэтому при описании реалий будущего она старалась не затрагивать технологии и другие новшества, а делала акцент только на жизни в коммуне. После получения престижной премии Ньюбери, «Дающий» стал частью школьной программы многих учебных заведений Америки. Но некоторые занесли его в список запрещенной литературы. Когда писатель начинает задаваться вопросом, что если бы это было так и так, в этот момент и зарождается его история. Сейчас я понимаю, что истинная причина, по которой я написала «Дающего», была причиной всех моих книг. Это желание заглянуть подальше в неизвестность. Когда в 50-е я училась писательскому ремеслу в университете Браун, нам говорили, как и сейчас говорят молодым студентам, «Пишите то, что вам известно». Но мне кажется, намного лучше писать о том, чего не знаешь, о том, что не дается легко, и о том, что не дает заснуть по ночам. «Мир, созданный в «Дающем»» получил продолжение еще в трех книгах, в которых автор пытается донести до молодого читателя истинную природу человеческих поступков и рассказать о том, что, каким бы светлым они не представляли будущее, оно полностью зависит от них. Что ж, это были последние 100 страниц этого телесезона в компании Лоис Лоури. Читайте книги, чтобы узнать себя получше и познакомиться с окружающим миром. А теперь, по традиции, ставьте закладки и увидимся, когда увидимся.